Друзья, всем привет! Многие из вас знают, что наши воспитанники, воспитанники клуба «Ярополк» три раза в год сдают на проверку внешкольной динеки, а также сдают теоретические материалы по истории. В данном клипе я хотел бы вам показать эмоции наших воспитанников до сдачи зачета, после сдачи зачета. Но прежде чем мы приступим к главной теме этого клипа, давайте вспомним, как наши воспитанники сдавали. Напомню, в мае не сдавали зачет на тему «Бандеровцы против Красной Армии в годы Великой Отечественной войны». Внимание на экран. Расскажи мне, что там после Курской дуги было? После Курской дуги у нас появилась вся трагедическая инициатива, и мы приступили к освобождению Украины. В ноябре 1943 года был освобожден Киев. Расскажи мне быстро про расстрелы в Бабьем Яру. Они были в 1941 году. Это место считалось местом массовых расстрелов. Там в основном расстреливали евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. В 1943 году от фашистов был освобожден Киев, и советские войска стали продвигаться ближе к Днепру. В 1944 году были проведены Корсунь-Шевченковская и Львовско-Сандомирская операции. Друзья, а теперь бы я хотел вам показать именно тот мандраж, не мандраж, как наши дети радуются, либо окорчаются, когда сдают. Вся съемка велась с видеокамерой, которая находится в клубе, но в принципе, я думаю, мимику и жестикуляцию наших детей можно увидеть. Ваше внимание на экран. И не забывайте, всех ждем в клуб «Ярополк». Здесь воспитывают не только физически, но и духовно. Костомаров делит со своим другом, кто из них первый пойдет. У Белова приступ. Да, он что-то делает. Это, видимо, такая магия, чтобы выучить материал. Приступ продолжается. Он заражает еще других людей вокруг себя рядом. Танцор Зиска, я даже дизлял. Вообще его распирает. Блин. Все, закончилось. Браво. Концерт по заявкам. Так, тут он себя что-то корит. Ну, вроде успокоился. Выбегает. Макоев, Тимур, радостный. Группа 7-9 новички. Сдал зачет. Делится впечатлениями. И быстро уходит. А вот группа, состоящая из Миронова, Романюка, пытается сдать зачет. Готовится. И Миронов что-то на пальцах объясняет зачет. Опа. То есть, это я должен пойти туда. Не знаю, что это за жест, но в другую сторону показывает. Теперь Романюк объясняет, что это так делать не надо. Ну, в общем, да. У них различные бзики. Так, это уже другой жест. Это Романюк. Видимо, за этот жест у меня будет наказан. Опять. Так, а сейчас действие происходит прямо перед входом в мой кабинет. Опять. Та же троица. Миронов так дружески похлопал Романюка. А еще один жест непонятный. А вот у них новый обряд подготовки к зачету. Да. Удивительно, как они готовились. Так, вот вышел радостный великородный. Спрашивают у него. Что я спрашиваю? У Романюка опять истерика. А вот радостный в каком-то танце вышел Бармин. Довольный, сдал. Мама его поздравляет. И танец продолжается. А вот вышел радостный Расщупкин. Да! Все, довольный. Сдал зачет раз из пятого. Вышел радостный Рыжаков. Получил поддержку от друзей. И пошел на тренировку. Вышел радостный Макарчук. А он со второй попытки сдал. Всегда так радуется. Не верит. А вот радостный выбегает Романюк. Наконец-то он сдал. Общается с Мироновым. С другом своим по несчастью. А это выходит Суслов. Уверенная походка. Еще и танцы. Танцует перед мамой. Что он сдал. Не помню. По-моему, на четверку. Танцы продолжаются. Да, он это сделал. Еще бы на соревнованиях бы так же выступал. Как сдавал зачет. А это вышел Косаренко Максим. Да. Он сдал и ушел. А вот опять готовится Корнеев Марк. Так он повторяет. То ли спит, то ли повторяет. Но, наверное, повторяет. Пришел в этот раз пораньше. И очень надеется сдать с первого раза. А вот выходит моторный Семен. Немного радуется. Но остался довольный. Дает пять. Папе. А вот вышел Корнеев Марк. Он сразу не понял, что он сдал. Но он реально сдал. Обменивается эмоциями с администратором. Так, это вышел я. Похвалил его. Что он молодец. Всегда он сдавал с пятого или шестого раза. А тут прям с первого раза. В очередной раз готовится сдавать голов. А тут он нашел новую игрушку. Он успокаивается. Кидая какой-то шарик. А, ключик. Ключик. Тут я услышал, что он балуется. Так как это было очень громко. Я его вызвал к себе в кабинет. И, по-моему, я его накажу. Да, он как раз ему стоит на кулаках. А вот еще одна группа пытается выучить. Малыш буквально недавно за щуку кого-то дергает. Переживаю это не. И счастье решил испытать Петров. И вот Петров радостный выходит. Он сдал. Там, по-моему, я легкий вопрос задал. Так как я был очень сильно занят. И на легкий вопрос Петров быстро ответил. И получил свое 4 с минусом кого-то. А это готовится к сдаче группы 14+. Ну, в основном, конечно, юноши до 16 лет включительно. Тут происходит сегодняшняя ситуация. Я выхожу. Мне стало их жалко. И я предлагаю сделать якобы. Ответить быстро мне на вопрос. Там в зачете была большая статистика. О, сколько погибло рабочих в период в борьбе с бандерцами. Сколько интеллигенции. Сколько военных. То есть порядка 9 слоев общества. Я называю, я спрашиваю вопрос. Если меня нет, отвечают правильную цифру. Я, соответственно, допускаю. Так, Ращупкин, вот видите, да. Первый раз он неправильно сказал. Сейчас, по-моему, кто-то из них угадает. Так, а, угадал он. Все, он ушел на тренировку. Благодарит меня. Радостный. По-моему, я задал как раз этот вопрос. Зеленков ответит. Сколько погибло военнослужащих. Красная Армия в борьбе с бандеровцами. Там, если не изменяет память, около 30 тысяч. Раз, ну, советских воинов погибло. По-моему, Зеленков ответит именно этот вопрос. Вот опять идет ярмарка. Кто? То есть, я бы сказал, чтобы они не выкрикивали, а тянули руку. А я уже буду смотреть, кто первый потянет, тот, соответственно, и ответит. Там пытается Паверенков сдать, но безуспешно. Он еще рука ходила его, но он, по-моему, ответил неправильно. И вот Зеленков угадал, и он сдал. А остальные будут учить.